На предыдущем занятии мы рассмотрели, как один из основных инструментов Fibonacci, а именно периоды Fibonacci или Fibonacci Time Zones, позволяет определить с высокой точностью тот момент, тот интервал времени, когда масса трейдеров, толпа трейдеров готова принять решение к массовой покупке или массовой продаже акций и фактически толкнуть акцию в ту или иную сторону. Time Zones, периоды Fibonacci это один из основных инструментов, но далеко не единственный. Перечислим еще раз инструменты Fibonacci, которые мы знаем. Остановимся пока только на основных инструментах, которые есть практически в любой программе или в любой торговой платформе. Это периоды Fibonacci, о которых мы уже говорили. Fibonacci, то, что называется Fibonacci Retracement, или повторение уровня Fibonacci. Fibonacci Fan, VR Fibonacci, дуги Fibonacci. Сегодня мы рассмотрим следующий инструмент, а именно Fibonacci Retracement. В дословном переводе повторы Fibonacci, но я предпочитаю использовать определение уровня Fibonacci, так как этот инструмент показывает, на каком ценовом уровне рынок готов изменить направление акции. Изменить направление и заставить ее подниматься вверх, либо наоборот обрушить после подъема. И не будем особо теоретизировать. Возьмем конкретную живую акцию. И акцию ее поведения в последние дни. Не будем идти далеко. Рассмотрим, как она себя вела. И сначала вспомним те самые периоды Fibonacci. Вот мы видим, как акция резко подскочила на огромном объеме. Вот здесь мы видим подъем на огромном объеме. И после этого она начинает снижаться. Построим периоды Fibonacci от этой точки. Почему выбираем ее? Ну, кроме того, что был здесь резкий подъем, самое главное это резкий всплеск объема. Как вы помните, мы говорили о том, что числа Fibonacci отображают процессы, происходящие в каждом из нас. И в первую очередь процессы принятия решения. Работая на бирже, нам важно не просто, когда человек принимает решение, а когда толпа, многомиллионная толпа трейдеров принимает вот такое коллективное решение. Всплеск объема, это и есть выражение вот этого принятия массой решения. Поэтому, выбирая некую точку, за точку отсчета, мы в первую очередь выбираем тот момент, когда цена двигалась на огромном объеме. Если выбирать между движением цены и движением объема, то в первую очередь нас интересует именно объем. Итак, от этой точки мы строим периоды Fibonacci, вот эти тонкие синие линии. Мы можем обратить внимание, как они совпадали с сильными изменениями цены на акцию. Если мы построим периоды Fibonacci, так сказать, я бы назвал это вторичный период Fibonacci, вот от того периода, который вот здесь проявляется, мы увидим, как он попадает вот на эту точку. В этой точке мы можем ожидать некоего сильного изменения цены. Нас интересует не просто момент сейчас, но и на какой цене это будет, потому что представьте, что мы пытаемся подготовиться к покупке акций и сделать это как можно раньше. Почему как можно раньше? Мы пытаемся, если не опередить толпу, то, по крайней мере, быть в первых ее рядах. После того, как мы построили периоды Fibonacci, мы сейчас построим уровни Fibonacci, взяв за основу вот эту верхнюю точку. В этой точке толпа трейдеров приняла решение, что цена дальше не пойдет. Это была такая начальная точка, которая запустила вот коллективную мысль трейдеров. До какого уровня мы будем опускать? Какой уровень мы возьмем теперь за крайнюю точку? Проведем уровни Fibonacci таким образом, чтобы вот эти промежуточные 61,8%, 50% и 38,2% попадали на какие-то основные существенные моменты в движении цены. Мы увидим, что с достаточно высокой точностью, это мы уже видим, конечно, по прошествии времени, вот область 2,3 доллара должна служить какой-то точкой с точки зрения цены остановки снижения акции. В дальнейшем мы видим, что именно в этой области снижение цены существенно сокращается, так сказать, снижается по времени, замедляется и в дальнейшем происходит разворот. Мы можем сказать себе точно, что вот мы приблизились к этой цене, попали в эту область, и теперь мы приближаемся по времени, к периоду Fibonacci, когда возможно изменение движения цены. Здесь мы уже видим вот эти, обратите внимание на крестики, на фигуры Doge, которые являются признаком, по крайней мере, замедления. Здесь рынок уже решает идти, будет ли цена снижаться или нет. Но мы еще не пришли вот к этой границе, которая периодом определяется. Поэтому рынок продолжает, вернее, трейдеры продолжают ковлибаться, покупать, не покупать. Скорее всего, вот в этой области, вот в этой области, часть трейдеров еще покупает, вернее, уже покупает, а часть трейдеров продает. Но они все ближе и ближе, так сказать, сходятся во мнении, где оптимальная цена для покупки и продажи. Поэтому колебания цены, мы видим, что на открытии и на закрытии цена практически не изменяется. Это все признаки того, что цена вот-вот остановится. Здесь мы видим другую свечу, молоток или почти молоток. Здесь тело недостаточно длинное, чтобы называться молотком. Но это еще один признак того, что цена все, она уже дошла до своего минимума. Нам остается ждать подтверждения. И вот именно в этот момент, видите, как периоды Фибоначчи очень точно на него указывают, именно в этот момент цена открывается на подъеме. И просто я на эту акцию смотрел, она открывалась не просто на большом объеме, но и видите подскок цены. Вот я купил эту акцию на открытии. И теперь возникает вопрос, а когда ее продавать? Мы сейчас использовали уровни Фибоначчи для того, чтобы определить тот уровень цены, в районе которого акция становится. Мы купили акцию, и нам нужно решить, что с ней делать. Продать или держать? И если продать, то когда? Что мы делаем сейчас? От этой точки, вот от минимума, мы строим уровни Фибоначчи до какого-либо логического максимума, но так, чтобы промежуточные уровни, вот те же самые 38,2%, 50% и 61,8% проходили через какие-то уровни сопротивления, там где акция делала какие-то наиболее сильные движения и остановки. Мы видим, что вот один из этих уровней, это вот вблизи 3,17 доллара. Мы видим, как он очень четко совпадает сразу с несколькими максимумами локальными. Построим еще один вот такой набор уровней Фибоначчи. Я немножко это сдвинул, просто чтобы это было более наглядно видно на графике. От того же минимума, но вот до других максимумов, до вот самых последних максимумов. И мы видим сейчас вот эти уровни Фибоначчи, так сказать, промежуточные. Что мы здесь сделаем? Когда акция начинает расти, мы должны для себя определить, где мы ее продаем. Мы в самом начале курса, когда говорили о психологии трейдера, о том, как строить тактику и стратегию, мы говорили, что самое главное в нашей практике это продать акцию. Сейчас нам нужно решить, когда мы ее продаем. Если нет возможности следить за ценой акции, нет возможности сидеть у компьютера или в любой момент быстро подключиться и продать акцию, на этом уровне нужно установить приказ на продажу. А лучше всего не на этом уровне, а чуть-чуть ниже. Почему чуть-чуть ниже? Нам нужно перейдить основную толпу трейдеров. Допустим, мы имеем возможность следить за акцией. Мы видим, акция поднялась выше. Ситуация немножко упрощается. Теперь, если нам нужно, так сказать, отойти в сторону, мы ставим приказ на продажу вот на этом среднем 50% уровне, опять же, чуть-чуть ниже его, и мы ставим стоп-лосс вот на этом уровне 38,2%, чуть-чуть выше. Опять же, почему? Потому что нам нужно перейдить остальных трейдеров. Акция продолжает расти. Соответственно, мы ставим приказы на уровне 61,8% и 50%. Акция не останавливается. Трейдеры еще, так сказать, не созрели для того, чтобы решить продавать, не продавать. Смотрите, что происходит дальше. Акция подскакивает до верхнего уровня. Вот тут нужно уже ставить приказ на продажу. Здесь риск, скажем так, совершенно неуместен. Но если акция подскочила выше, и у вас есть время поставить стоп-лосс на вот этом уровне, вот на 100% уровне Фибоначчи, это то, что нужно сделать. Нет времени, вы наверняка увидите, как она подскочила и начала снижаться. Ее нужно тут же продать, как она опустилась ниже уровня 100%. Почему? Потому что кроме вас есть еще другие трейдеры, и они видят, что акция не смогла подняться дальше, они впадают в панику, начинают продавать. И вы можете после этого просто уже не успеть продать акцию. Видите, как она начинает быстро падать, пробивает обратно все уровни Фибоначчи, и закрывается вот между 38 и 50%. Это два основных примера, как использовать уровни Фибоначчи для того, чтобы определить тот ценовой уровень, когда или вблизи которого движение акции остановится и может развернуться, а также для того, как нужно поставить приказ на продажу, если акция начала подниматься, и вы купили ее в самом начале подъема. На примере той же акции рассмотрим еще один инструмент, и заодно обобщим то, о чем мы сейчас говорили. Мы детально рассмотрели уже два инструмента. Периоды Фибоначчи, которые показывают, в какой момент времени толпа трейдеров готова двинуть акцию в ту или иную сторону, и на каком ценовом уровне трейдеры созрели для такого решения. Периоды Фибоначчи показывают нам время, уровни Фибоначчи показывают нам цену. Но от одного колебания цены к другому акция идет в пределах, так сказать, тренда. Во время этого тренда трейдеры зреют, так сказать, к принятию того или иного решения. И веер Фибоначчи вот как раз показывает тот, так сказать, процесс созревания трейдеров. Как мы используем? Вот синяя тонкая линия, это, так сказать, начальный веер Фибоначчи. Мы проводим вот эту начальную точку, которую мы ведем в веер, вот вдоль основного, так сказать, тренда. И стараемся отрегулировать ее так, чтобы остальные лучи веера проходили через вот другие колебания. Обратите внимание, здесь мы видим тоже интересную картину. Как раз в районе последнего луча веера акция долго идет вдоль него, резко падает, а здесь она его уже пробила, опустилась, но держится вдоль луча. Здесь фактически закончился тренд. Если мы хотим узнать, куда тренд пойдет дальше, построим еще один веер Фибоначчи, вот эти красные жирные линии, и теперь начинаем его от как бы второго луча, синего. Мы увидим те трендовые, так сказать, линии, которые будут являться теперь линией сопротивления тренда. Мы можем предположить, что акция может подскочить вот примерно в эту область. И у нас есть еще несколько дней для того, чтобы проверить это предположение. Как использовать вееры Фибоначчи, периоды Фибоначчи, уровни Фибоначчи для анализа рынка в целом, мы анализируем это на наших еженедельных встречах в мастер-клубе. Приходите, мы будем рады поделиться своими выводами, своим опытом. Задавайте вопросы, задавайте вопросы через сайт, по мейлу. Мы будем рады ответить на каждый ваш вопрос. С вами был Яков Фарфель, сайт trade4live.ru Успешной вам торговли.